Приветствую, дружочки-пирожочки, с вами товарищ Сафронов и лайк, если ждали выпуск Вредных Игрушек. На многих каналах выходят похожие, но мне не жалко. Правда, то жалкие пародии, а это неповторимый оригинал. Поехали. Досмотря ролик до конца, вы узнаете не только про мою больную фантазию, но и про то, благодаря чему вышел этот обзор. Однако, я как-то на своем стриме говорил, что новой черной вдове окажется, что она мужчина. Походу, китайские производители смотрели мой стрим. Сейчас вы поймете, почему. Assemble 2020, говорит нам эта коробочка, то есть это сборка 2020-го, но учитывая, каким был 2020-й, можно примерно ожидать, что тут будет. Еще можно перевести как, знаете, урожай 2020-го, как с вином. Так что почувствуйте легкий аромат пуков енота. Ав-кн-кс-крс. Это мстители на чешском. 7 мистических аксессуаров. Запомните этот твит. Ну и, понимаете, здесь что-то такое, как в лучших традициях жанра. 7 mystery accessorizes. Повторять не буду. 7 accessorizes mystery. Надеюсь, ни у кого сейчас не случился вьетнамский флешбек уроков английского языка. Просто случился легкий кринж. Ну, на это я и рассчитываю. А вот нелегкий кринж у меня вызывает эта фигурка. Тот, кто делал эту коробку, оставил послание. Что мы наделали, а? Титан, хироу, пауэр фэйкс. Все, они сломали мне кукуху. И стрелочка такая. Тюньк, мы вас обманули. Мускулистые, брутальные ноги. Атлетический торс. Мужественная грудь. И лицо Натахи с третьего подъезда. Да, если вы не поняли, это фигурка черной вдовы. И если вдруг вы не видели, как выглядит Скарлетт Йоханссон с перепоя, то вот эксклюзивчик. У нее настолько тупой и пустой взгляд, словно она посмотрела фильм про себя последний. Или это ее лицо, когда она узнала, что Дисней недоплатил ей 50 миллионов. Меня объегорил Микки Маус. Но это же Скарлетт Йоханссон. И чтобы увидеть ее Йоханссон, нам нужно распаковать фигурку и взглянуть на нее со стороны спины. Ну что же, фигурка лишена главного достоинства Скарлетт Йохансса. Ее души. Девушка, у вас сзади что-то белое продолговатое выпало. А что дает эта функция? Что происходит? Что-то происходит? Куда надо нажать? Куда? Оу! Оу! И что? И чего? Девушка, ну проявите уже хоть какую-нибудь реакцию. Я тут, между прочим, уже пальцы себе натер. Жмакаю вам, жмакаю. В наших чувствах с ней, походу, села батарейка. Так что я не ее, Андрейка. Нажимаю на кнопку. Не получаю результат. Подвижность экзотическая. Мне кажется, или здесь чего-то не достает. Да, не, все нормально, так и должно быть. Аксессуары. Аксессуары настолько, видимо, мистические. Мистика. Да, что их просто нет. Как сил у экстрасенсов. Просто не существует. Короче, Дисней не захотел делиться баблом с актрисой и выставил ее на мороз. По всей видимости, скоро в новой части какого-нибудь бездарного сериала от Марвел мы увидим не только Локи, который любит всех без исключения в прямом переносном смысле, но и Натаху, которая возвращается в Урюмпинск доить коров. Я пошла. О, видите, какая рука. Коров доить буду. К слову о коровах. Вот у меня под эту тему есть набор животных ферма. Но типичная же ферма в представлении китайцев, которые делали этот набор с лошадьми, горными баранами, оленями. Фух, коровами и жирафами. Хотя откуда бедному выросшему в подвал фабрики игрушек китайцев знать, как выглядит ферма в его мечтах, дополнительная миска риса, плюс 120 очков, социальный рейтинг и кошка-женщина. И вы скоро поймете, что это не шутки. Почти. Во-первых, это набор юного селекционера, и тут животные всеми силами пытаются, судя по их позе, вывести новый экзотический вид или призывать сатану. Как пойдет. В наборе есть заборчик, который явно не сможет уберечь общественность от этих мутантов. Ехидная свиноматка. Это я не про тех, кто выгуливает свое потомство на детских площадках, а вот про эту я имею в виду ехидная свиноматка. Ухмыляющаяся корова без рогов. Видимо, да выпендривалось, и кто-то рога-то поотшибал. Гигантский синий кот. Баран в желтых пятнах. Хейтеры в комментариях. Так, стоп. Что? Синий кот? В этом наборе есть реально гигантский синий кот. И у меня так много вопросов к нему. Почему он на ферме? Что он здесь делает? Что он дает? Вот шерсть, мясо, знаменитое кошачье молоко. Почему он выглядит так, будто он видел некоторый навоз в своей жизни? Почему он синий? Походу, тот, кто делал этот набор был синий. Почему он такой огромный? Он размером больше, чем корова. Хотя у них и петух здесь больше, чем корова. Так что это даже не петух. Это петушара. А, нет, правильно все сказал хейтер в комментариях. Наташ, вставай, я тут все уронил. Вставай, Наташ, я и свинью, и корову уронил. Натах тут одна не справится. Ей нужен помощник. Какой-то герой, который придет на помощь. Даже супергерой. И вот тут Тиндер подъехал. И угадайте, кто же для Натахи будет ее избранник? Тынь, 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 тынь. Не могу точно понять, из какой он серии. Из серии героев или из серии хор? Детишке, не стоит гуглить сленговый перевод этого слова. Просто давайте будем считать, что он поет в хоре. Знакомьтесь, Стив Роджерс. Точнее, если посмотреть на его лицо, а именно рожу, то это Стив Роджерс. Капитан Америка. Ну, как вы знаете, капитан, как Америка, загнивает. Капитан тоже свалил за Натахой, но переезд дался ему сложнее. Так что он уже не с Тором, а с Перуном, так сказать, славянским богом грома устраивает посиделки. И там же он не разжирел под пивко. А если нашему Перуну все ни почем, то, как говорится, Стив Роджерс на самогончике однако поплыл. Ну, ладно, поскольку он переехал, он уже не капитан, звание повыше получит. Он майор, майор США. О, майор Саша будет. Возраст согласия тут указан 5+, аж на трех языках. Ну, возраст согласия покупать трешовые игрушки. И, как видите на английском, age. Испанские, эда. И португальские, ида-джи. То есть, страдать будут не только в нашей, еще в других странах рассчитаны на это. То есть, мультинациональная издевательская программа. И издевательство над психикой, по всей видимости. Ладно, надо распаковать. У майора Саши Йоханссон и то более выразительный. Так, молодой человек, у вас здесь что-то выпало, что-то белое, продолговатое. Отдайте девушке. Функционал. Ну, что-то такое. Видимо, с таким звуком Капитан Америка ковыряется у себя носу этим пальчиком. Все козявочки достал. Я все понял. Я понял, почему. Почему у него такое опухшее лицо, словно он пил, не просыхая. Потому что это не Марвел, а Хован. Грешно смеяться, сопереживаем, конечно, попал в передрягу парень. Так что, возможно, китайцы увидели, что никто его не поддерживает, Хована, и выпустили в знак солидарности игрушку. Хован. На самом деле, по-китайски, почему-то они решили так написать. Это веселье. Ну, знаете, не Марвел, а веселье. Видимо, с таким лицом наш Капитан точно после веселья. Правда, сегодня ему совсем не весело. Судя, опять же, по его мешкам под глазами и вообще внешнему виду. Так что, возможно, смотря на его атлетичный вид и, возможно, еще супертанцы, эта фигурка не Хована, а Олега Монгола. Давай, зажигай. И зажили они недолго и несчастливо, и спились бы в один день. Но дал им бог лужайку в виде фермы, а значит, закономерно дал и зайку. И родилась у них Элла. В наших реалиях будем звать ее Лёля. Надо распаковать. Ну, вообще-то персонаж из Пяти ночей Фредди. Но, так как она живет на ферме этой дикой, где скрещивают барана и петуха, то производители ее решили скрестить с зайчиком Бонни. И это в буквальном смысле дал бог зайку. Потому что Бонни это зайка. Зайка. Ну, синий же, кто аниматроник. Давайте есть! Это лозунг буквально всех личинусов. Тут на ферме зато еды полно. Вкусный бекончик. Так, погодите. Погодите, что-то не то. Если ее мамаша, допустим, это серая Натаха, ну, по заветам нашей глубинки, точно ли майор Саша, ее папаша, лицом она, допустим, в маму, но туловищем она же синяя? О, боже, фу, отставить, забыли. Давайте лучше представим, какой могла бы быть прекрасная жизнь на ферме у наших сегодняшних героев. Саша, Саша, сходи подои зверей на ферме. Саша, алло, ты че не отвечаешь, Саша? Слышь, петух гамбургский. А я тут, таки? Ой, да не ты. Ладно, Саша, слышь, морда синяя. Да-да, кто тут у нас такая ржеволосая бести? Ой, ну брось ты, Котя, не до тебя сейчас, давай потом. Саша, иди доить зверей. Слышь, ты, Абэма колхозный. Тебе че, не видишь, я занят. Я пальчик профессионально крючу, сейчас тикток запишу, стану звездой и уеду жить к Дане Милохину. Ой, да столько пить тебе и так уже звезда, если на щите нарисована. Ладно, сходи подои корову. Лёля проголодалась. Бабское дело дойкой заниматься. А я в Телеграме сижу, в мужском, в мужском государстве. Как говорят, там мужики настоящие. Люблю настоящих мужиков. Ой, то есть, ладно, сходи джу, пойду, пожалуй. Тем более и пальчик уже натренировал, как его. О, вот она силушка богатырская в молочке. Сам отхлебнул парное. Даже на губах еще не обсохла. Хорошо с утреца. Ну и какое утрецу, а четыре часа вечера уже. Лёля, иди кушать. Папа принес молочка. А я уже корову второй час доедаю. Так, слышь, генерал Лопоухости, ты кого подоил-то? Свинью, что ли? А, никак нет. Корову нашу, рыжуху красавицу. Йо, сам себе мститель. Но у нас нету рыжей коровы. А ты? А нет, ты здесь была. А вы, а вы, а вы, а что? Хо, давайте назовем это птичим молоком. О, ладно. Мне надо успокоиться, пойду поглажу котика. Мы собрали на новый выпуск Вредных Игрушек. В общем, собрали благодаря нашим топовым донатерам и всем остальным на стриме на канале Сафроныч. Приходите, принимайте участие в новых ивентах. Собирайте и будьте такими же классными, как и все ребята, которые принимали участие в спонсировании этого выпуска. Все, всем спасибо большое. Лайки, подписки, все ссылки в описании. Не забывайте переходить по ним. И пока!